В РП «Приоритете» в регионе обсуждают инвестиционные перспективы и возможности привлечения средств в несырьевой сектор экономики. Выгодное партнерство в социально-экономическом развитии Нинецкого округа будут участвовать две новые компании. Перспективные прогнозы по планам недропользователей в 2016 году произойдет увеличение объемов добычи. С главными новостями дня в студии Ирина Цепитова. Минсельхоз и Минфин изучают возможности бюджета по сохранению господдержки малого бизнеса в АПК. Такое заявление президент Владимир Путин сделал на первой межрегиональной конференции Общероссийского народного фронта в Ставрополе. В прошлом году на поддержку АПК в рамках соответствующей госпрограммы было направлено 222 миллиарда рублей. Примерно 8% из всей поддержки ушло на малые формы хозяйствования – фермерские хозяйства, частные предприятия на селе. Причем планировалось, что в 2016 году общая поддержка АПК будет немного увеличена – до 237 миллиардов рублей. Однако сейчас, по словам президента, Минсельхоз вместе с Минфином изучает возможности бюджета. Власти уделяют этой проблеме особое внимание, ведь именно частные подсобные и фермерские хозяйства, по словам президента, дают заметную добавку в общую продовольственную корзину страны, в связи с чем они должны быть поддержаны. Кроме того, Владимир Путин предложил внимательнее контролировать все органы власти в вопросах распределения земельных участков. Президент добавил, что это внимание нужно распространить не только на работу исполнительной власти, но и на другие ветви. Увеличить валовый региональный продукт не связаны с недропользователями. Такую задачу глава региона Игорь Кошин озвучил сегодня на заседании специализированного организационного штаба по улучшению инвестиционного климата в Нинницком округе. И надо отметить, шаги в этом направлении уже делаются. Утверждены ряд инвестиционных проектов, а сегодня одобрение получил еще один проект химчистки. Ее создание по подсчетам специалистов требует почти полтора миллиона рублей инвестиций. Кто возьмется за организацию новых для региона видов деятельности, обсудили в ходе заседания. Работы по привлечению инвесторов, готовых вложиться в создание химчистки, в Наринмаре идет уже на протяжении полугода. Тому, кто возьмется за реализацию проекта, округ обещает всяческую поддержку и помощь, в том числе и финансовую. Необходимый объем инвестиций – это 1,472,000, где предусматривается 800,000 бюджетных средств – это гранты и субсидии. И 672,000 – это непосредственно инвестиции самого предпринимателя. По информации специалистов фонда по развитию предпринимательства, предприниматель, готовый взяться за создание химчистки, уже нашелся. Сейчас реализация проекта находится на начальном этапе. Еще один проект – пекарня в Тельвиске, кажется, тоже нашел своего хозяина. За создание хлебобулочного предприятия готов взяться предприниматель Армен Петросян. Но еще в зачаточном состоянии проект уже имеет несколько проблем. Нет необходимого земельного участка, ни подходящего помещения. Прогласите главу Тельвиски, соберите оргштаб, проговорите все возможные варианты. Если необходимость, пригласите наших земельщиков и дайте рекомендации, чтобы были отлично получения. То есть абсолютно правильный вопрос. Да, мы эти конкретные предложения будем смотреть. Может быть, будем компенсировать ему, пусть строят модульную эту пекарню. Я как вариант, я сейчас не готов более детально сказать, но мы должны эти варианты просчитывать. Кроме того, глава региона в очередной раз напомнил членам оргштаба об общей задаче о увеличении валового регионального продукта, не связанного непосредственно с недропользователями. По мнению губернатора, улучшать инвестиционный климат в регионе необходимо не только для недропользователей, которые, несомненно, вносят огромный вклад в наполнение окружного бюджета, но и для тех, кто хочет инвестировать в развитие несырьевого сектора экономики. Ирина Цепетова, Антон Бодряков, Телеканал «Север». Администрация Ненецкого округа заключила еще два соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. Партнерами округа стали недропользователь «Тихойл» и общество с ограниченной ответственностью «Технотранс». Компания «Тихойл» имеет две лицензии на территории региона – Северо-Шапкинский и Западноевожский участки. Ранее с компанией не заключались договоры о социально-экономическом сотрудничестве. Транспортная организация «Технотранс», зарегистрированная на территории Коми-Республики, является генеральным подрядчиком «Лукоил Коми» и «Русвет Петра», но достаточно давно работает в Ненецком округе и оказывает большую часть услуг недропользователям. Достигнуто соглашение о том, что компания будет ежегодно оказывать участие в социально-экономическом развитии округа и на 2016 год достигнута договоренность о том, что они окажут помощь в размере с 200 тысяч рублей, которые будут перечислены на мероприятия, на гонки, на снегоходах. На сегодня в социально-экономическом развитии округа участвуют 24 недропользователя и одна транспортная компания. Компания активно участвует в реализации проектов в сфере спорта и физкультуры, образования, культуры, здравоохранения, оказывают спонсорскую помощь детским домам и софинансируют крупные окружные мероприятия. По итогам работы за 2015 год все недропользователи, несмотря на кризис, выполнили в полном объеме принятые на себя социально-экономические обязательства в отношении нашего региона. В 2015 году фактический объем добычи нефти в Нинницком округе составил 14 миллионов 645 тысяч тонн. Это выше показателя 2014 года на 6,4%. Накопленная добыча нефти на территории региона с начала разработки составляет более 218 миллионов тонн. Основной объем добычи обеспечили компании «Лукойл Коми», «Русьет Петра», «Роснефть Северная нефть», «Тоталь разведка-разработка России» и «Башнефть Полюс». По планам недропользователей, в этом году также произойдет увеличение объемов добычи. Нефтяные компании собираются добыть свыше 16 миллионов тонн нефти. Это станет возможным благодаря наращиванию добычи на месторождениях Трепса и Титова, Лабаганском и Осовейском, а также за счет ввода в разработку наульского месторождения. Фактическая добыча природного газа в 2015 году составила чуть более 139 миллионов кубических метров. Фактическая добыча газового конденсата составила 4,5 тысячи тонн. В Ненецком округе зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В связи с острой ситуацией на территории региона уже введен карантин. В Ненецком округе с 26 января введен карантин по гриппу и ОРВИ. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по Ненецкому округу Наталья Кирхар. Постановлением предписано организовать комплекс карантин на ограничительных мероприятиях в государственных медицинских организациях, осуществлять контроль за поддержанием несжижаемого запаса противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты, осуществлять медобслуживание детского населения и беременных женщин преимущественно на дому с проведением ежедневного патронажа, обеспечить готовность к развертыванию дополнительного коечного фонда и поэтапному перепрофилированию стационаров и отделений для госпитализации больных с гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями. Кроме того, поручено запретить проведение в образовательных учреждениях культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Решение о введении карантина в группах детских садов или классах школ будет приниматься при одновременном отсутствии более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ на срок не менее 7 суток. С диагнозами ОРВИ и грипп в окружную больницу госпитализировано 19 человек. В 14 случаях гриппа предположительно ставят штамм H1N1, известного под названием свиной грипп. Результаты лабораторных исследований, подтверждающие или опровергающие диагноз, ожидаются из Санкт-Петербурга на этой неделе. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ с начала этой недели закрыта начальная школа, детский сад в поселке Хангурей. Приостановлено функционирование отдельных групп в детских садах города. Только за первый день текущей недели врачи амбулаторных служб окружной больницы выполнили 289 выездов на дом. Существенно возросла нагрузка на скорую медицинскую помощь. Пиковое количество вызовов экстренных медицинских служб пришлось на воскресенье. В этот день три бригады скорой медицинской помощи отработали 94 вызова к жителям Наринмара и поселка Искатели. В понедельник количество осталось по-прежнему достаточно высоким – 71. По округу зарегистрировано 839 случаев ОРВИ и 14 случаев гриппа, в том числе у детей – 2. Показатель заболеваемости превысил эпидемический порог на 127,8%. Причем повышение эпидемических порогов произошло по всем группам населения. Так, санитарная авиация вылетела в поселение региона три раза и один раз выехала в поселок Красное. Из этих населенных пунктов окружную больницу поступило несколько человек с вирусом гриппа. Больница у нас заполнена полностью, 350 человек находятся на лечении, интенсивный оборот происходит. Но работаем в штатном напряженном режиме. Полагаю, что, наверное, учитывая такие данные по заболеваемости, Роспотребнадзор может принять какие-то ограничительные меры. Несмотря на высокий уровень заболеваемости, вирус гриппа H1N1 лабораторно не подтвержден. Результаты наличия опасного вируса, а это 14 случаев, ждут на днях из Научно-исследовательского института гриппа. Сезонное повышение заболеваемости ОРВИ и вирусом гриппа, а также подозрение, то есть клинический диагноз вируса H1N1, повлекло принятие на территории Нинецкого округа особых ограничительных и профилактических мер. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ с начала этой недели на карантин закрыты школа-сад в поселке Хангурей, детский сад в селе Оксино, закрыты две группы в детском саду Умка, одна группа в саду Радуга и один класс в пятой школе. Превышение эпидемических порогов за прошлую неделю в целом по округу отмечено во всех возрастных группах. От 0 до 2 лет на 111,5%, от 3 до 6 лет на 181,5%, от 7 до 14 лет на 82,1%, а также среди взрослого населения на 139,9%. Чтобы эпид-порог не стал еще выше, необходимо соблюдать особые меры. Мероприятия карантинные, они введены, то есть масочный режим, обязательно отстранять острого больного, обязательно отстранять, не принимать сад, не принимать в школу. То есть, если заболеет ребенок, то обязательно надо лихорадящему пациенту обращаться, не идти больному в поликлинику, обязательно вызывать НАТО. Самая лучшая защита – это вакцинация, а период вакцинации, он у нас уже закончился. Поэтому самая эффективная защита от гриппа – это вакцина-профилактика. Второе – это изоляция. Это тоже дает высокий эффект. То есть больного от здорового надо изолировать. А если здоровый находится в окружении больных гриппом, значит, надо соблюдать масочный режим, обильное питье, проветривание, влажная уборка, витамины, чеснок, лук. То есть те продукты, которые обладают противовирусным действием. При первых проявлениях заболевания – насморка, першения в горле, подъем температуры, общие недомогания, головную боль, кашель, нельзя посещать работу, учебное заведение или детский сад. Необходимо вызывать врача на дом. Особенно опасен грипп для детей в возрасте до двух лет. Взрослых в возрасте 65 лет и старше и людей любого возраста с определенными заболеваниями. Хронические болезни сердца, легких, почек, крови и болезни обмена веществ. Например, диабет или сослабленной иммунной системой, а также беременных. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Телеканал «Север» расширяет вещание. Новости, прямые эфиры, программы и фильмы теперь можно смотреть с помощью специальных интернет-приложений. Депутаты Госдумы выступают за возрождение киосков. На сегодняшний день малая торговля в России исчезает. В некоторых регионах этот сектор за последнее время сократился на 30%. Для его спасения в закон о торговле предлагается внести изменения, заметно упрощающие жизнь владельцам киосков, лотков, палаток и торговых автоматов. По действующим правилам, объекты малой торговли могут претендовать на муниципальные земельные участки, необходимые им для работы, только по результатам конкурсов или аукционов. То есть, если срок аренды участка, где располагается ларек или киоск, заканчивается, предприниматель должен участвовать в торгах за право заключить новый договор. Но часто это нереально из-за административных препятствий. Поэтому в законопроекте предлагается изменить сложившийся порядок. Набросовестным предпринимателям хотят дать возможность продлевать договоры без проведения торгов. Кроме того, договор будет заключаться на срок не менее 7 лет, а увеличение тарифов по нему производится не чаще одного раза в год. В законе также предлагают сделать оговорку о предоставлении нового места для торговли, если занятый нестационарный торговым объектом участок требуется для государственных или муниципальных нужд. Таким образом будет соблюден принцип «место меняется, бизнес сохраняется». Если законопроекта будет принят, это поможет малой торговле укрепить свои позиции, полагают депутаты. Целебные масла, уникальные изделия с турмалином, мед, перга, восточные сладости и еще много полезных и интересных товаров. На Ринмар приехала ярмарка регионов России. Народные промыслы, детские развивающие игрушки, домашняя утварь, разделочные доски, ложки, лопатки, а также сувениры в виде матрешки, магниты. Позаботиться не только о детях, но и о своем здоровье можно заглянуть в соседнюю лавку. Большой выбор целебных масел, бальзамов от артрита, артроза, радикулита. А еще уникальные изделия с турмалином, которые используются при заболеваниях опорно-двигательной системы. Представлены турмалиновые стелечки, турмалиновые пояса на коленнике, коврики, носки, швейцарское турмалиновое белье для коррекции фигуры, коррекции осанки. Также на ярмарке представлено универсальное термобелье корпорации «Левмахелп» производства США. Основное направление этой компании – разработка и выпуск высококачественных изделий из натуральной шерсти. Шерстьян, горочки, мериноса, кашемира, хлопка. Из термо-люлё натуральное для мужчин, женщин, детей. Для здоровья и красоты в период простуд и гриппа будет полезен и натуральный мед. На знаменитой пасеке Чеботаевых собирают 14 сортов полезного продукта. Есть перга, мед в сотах, воск. Мёд, он весь как антисептик. А вот с живицей, добавлено живицей, это природный, плюс ещё природный антисептик. И как с прополисом, то же самое. И я ещё раз повторю, что очень хорошо для повышения иммунитета, как витамина, это перга. Любителям восточных сладостей приятно удивит и разнообразие рахатлукума и халвы, а также высушенные на солнце природным способом фрукты и ягоды. Для хозяек организаторы приготовили много полезных вещей. Одно из таких чудо-карандаш, который выводит жирные пятна. Пятна от чая, кофе, гуталина, крови, вина, сажа, ржавчина, соки, йогурты, ручка в кармане потекла и так далее. Водичкой вот так вот намочить, то есть вы берёте водичку, чуть-чуть намочили, и берёте карандашик, и вот так вот нужно потереть, чтобы немножко пенка образовалась. И постепенно пятно разрушается на составные части. Кроме чудо-карандаша на ярмарке можно приобрести овощерезки, насадки для мясорубки, универсальные губки, щётки, пылесосы и другие нужные предметы быта. Ярмарка ждёт вас ежедневно по адресу Ленина, 19, торговый центр «Вавилон» с 10 до 20 часов. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Телеканал «Север» расширяет вещание. Новости, прямые эфиры, программы и фильмы теперь можно смотреть с помощью интернета. Специальные приложения позволяют быть в курсе новостей даже без привычной тарелки с ресивером. Оставаться со зрителем и рассказать о самом главном. Именно для этого телеканал «Север» переходит на новые способы вещания, через интернет-приложения. Одна из новейших и современных платформ «Винтера ТВ». Приложение позволяет смотреть любимый телеканал в хорошем качестве и даже без телевизора. Вообще люди сейчас всё ближе и ближе. Всё меньше и меньше времени сесть перед телевизором, посмотреть его. Активно пользуют всяческого рода гаджеты. Это планшеты, телефоны. Но если всё-таки есть время посмотреть перед телевизором, это наш телеканал, то можно как раз подключить с помощью «Винтера ТВ». Платформа «Винтера ТВ» позволяет смотреть телеканал «Север» на персональных компьютерах, интернет-ТВ приставках, мобильных устройствах и смарт-телевизорах. Последние набирают популярность в нашем регионе. Да, они стали популярны. То есть есть возможность выйти в интернет, где есть множество различных приложений. И есть отличная возможность выйти в интернет и посмотреть ту или иную программу, любимую в любое время. Более половины представленных моделей поддерживают функцию смарт. Больше всего это, конечно, относится к брендовым таким телевизорам, марки Panasonic, LG, Samsung, Philips. Чтобы загрузить приложение «Винтера» на смарт-телевизор или планшет, необходимо зайти на сайт телеканала trksever.ru. На главной странице нажать на баннер, где смотреть телеканал «Север». Открывшееся окно покажет все варианты вещания. Ссылка на адрес «Винтера ТВ» будет третьей сверху. На сайте мультиэкранной платформы вы сможете найти подробную инструкцию. По вопросам установки можно обратиться по телефону службы технической поддержки телеканала «Север» 429-00. Смотреть новости «Севера» можно и в приложении «СПБ-ТВ». Ссылка на установку приложения также имеется на сайте телеканала. Для отдаленных поселений будет актуальным пакет НТВ+. У нас есть установка НТВ+. Это у нас раньше было такое. Но так как там не было программы «Севера», мы это убрали и купили трикалор. Новости «Севера» всегда смотрели на трикалории. А теперь мы собираемся снова поставить НТВ+. Так как все равно будем смотреть новости. О новостях, актуальных мнениях и событиях региона можно узнавать через IPTV Ненецкой компании электросвязи и в сети кабельного телевидения «ТСКОМ». В режиме реального времени телеканал вещает на сайте trksever.ru. Оставайтесь на «Севере». Валентина Чебичек, Роман Делимарский, телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Далее прогноз погоды. Роман Делимарский, телеканал «Север».